Очистка акватории реки Печора и ее береговой полосы продолжается. За ходом выполнения работ следят контролирующие органы и профильный окружной департамент. Сегодня они отправились в совместный рейд, чтобы на месте оценить ситуацию и наметить дальнейшие пути совместной работы. Который в контракте, он еще третий есть, но они уберут, это чисто дерево. А вот этот второй, смотрите, видите, его нет уже, его спилили у гаражей. Вот он. Ну да, его тоже нету, да. Третий и второй – это порядковые номера, присвоенные брошенным и затопленным плавательным средствам, а также остаткам металлолома, которые были обнаружены в прибрежной акватории реки Печора и на береговой полосе еще в прошлом году. Всего в списке значится 93 таких объекта. Все они внесены на специальную карту. В ходе рейда представители департамента природных ресурсов и окружной прокуратуры внимательно изучают, какие объекты до сих пор не утилизированы, от каких не осталось и следа. Мы их разбили на три группы, да, и для каждого выработали механизм действия по ликвидации, да, их. Вот. В этом году у нас в рамках государственных контрактов компании «Инмет» и «КТА» ликвидируются 23 объекта, включенные в реестр наших брошенных судов и объектов полома металла. Работы по очистке акватории реки Печора начались в этом году. По словам Светланы Кустышевой, наибольший объем работы достался компании «Инмет». В рамках госконтракта подрядчик должен освободить береговую полосу и прибрежную акваторию озера Качгард от 20 заброшенных объектов. К работам компания приступила в июне этого года, а завершить их необходимо до 2 октября. Наибольшей обеспокоенностью контролирующих органов вызывают брошенные плавсредства, у которых есть собственники. К сожалению, они добровольно не хотят убирать и очищать территорию от своих брошенных плавсредств. Поэтому по требованию прокуратуры округа управлением имущественных и земельных отношений проводятся проверки в отношении этих собственников. Им выдаются предписания добровольно устранить нарушение, то есть очистить территорию. За невыполнение в установленные сроки предписания прокуратуры собственнику плавательного средства придется заплатить штраф, размер которого может достигать 50 тысяч рублей. Если и такая мера воздействия окажется бессильной, то владельцы судна обяжут убрать свое имущество уже в судебном порядке. На сегодняшний день только пять собственников добровольно вывезли свои плавсредства. Двое сделали это по решению суда. Сейчас управлением имущественных и земельных отношений по нашему требованию проводится 10 проверок в отношении собственников. Троим выдано уже предписание до 1 ноября убрать плавсредства. Сегодняшним рейдом представители контролирующих органов остались вполне довольны. Признаются, по сравнению с 2016 годом акватория реки Печора и ее берега заметно преобразились. Уже более 10 земельных участков полностью очищены от хлама. И работа в этом направлении будет продолжена. Ирина Нежалова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.